переводы в армению в один миг в приложении фора банка просто по номеру телефона до миллиона рублей фора банк ваш банк выгодных переводов в армению во всяком случае формальным поводом к последному обострению послужило то что вчера пока не до конца выясненным обстоятельствам армянская сторона предприняла действий в результате которого азербайджанская армия понесла потери в лице одного военнослужащего убит или ранен в этом случае это не совсем принципиально азербайджан как они сами заявили и назвали эту операцию возмездие они ответили на это и к сожалению ответили непропорционально и у нас четыре убитых и около двух раненых или одного можно предполагать что все же это не начало какой-то большой войны а скорее это пограничный инцидент к сожалению такие инциденты били есть и будут и можно осторожно предположать что эскалации дальнейшем не будет однако и все же этот эпизод показывает что у нас серьезные проблемы с внешней политикой и этот эпоха мира а по которым все говорит и говорит армянское руководство просто не реально азербайджан действует в позиции силы азербайджан считает что мы проиграли и он должен выставлять условия азербайджана не хочет ни на сантиметр отступать от своего воинственного поведения с учетом этого думается что подобные инциденты в будущем еще будут я бы сказал так не заявление пашиняна а вся армянская политика начиная чуть ли не с 18 года привел к этому инциденту мы там в этой цепочке увидели и войну двадцатого года и эскалации двадцать первого двадцать второго года и этноцид арцаха двадцать третьего года и этот эпизод уже двадцать четвертого года это итог не одного заявления о всей политике армянской власти официального еревана все это без конца уступки противнику или врагу вся эта слабая внутренняя политика когда государство постепенно ослабевает народ теряет свои ориентиры все это привело к этой трагической развязки к сожалению если глобально курс не изменится то мы дальше будем иметь на лицо подобных эпизодов я думаю эти заявления существенно не отличаются не только от тех которые звучали во время 44 дневной войны но и во время предыдущих процессов фактически за последние 10 лет в течение которых азербайджан постепенно начал наращивать военные составляющие процессы регулирования карабахской проблем так что ожидать что заявление мировых центров сил о том что нужно мирным путем решать вопросы будут действительно внести какие-то существенные изменения в поведении азербайджана не стоит ожидать потому что во первых всех этих факторов азербайджан интересует не менее чем армения и они просто будут делать такие заявления может быть спасет не последует некие так сказать маленькие шаги сторону того чтобы наказать азербайджан как-то какими-то не знаю санкциями может быть но но я думаю если алиев решится на какую-то военную авантюру по моему пойдет на это решив заранее решив вопросы как не пострадать от от этих санкций так что ожидать что мировое сообщество как-то будет повлиять на поведение алиева я думаю сейчас не стоит особенно во время фактически идущей мировой войны дело в том что я считаю это не случайностью это не сюрприз это ожидаемые результаты может быть это звучит как-то высокомерно но я официально говорю что это плоды того туда который проделывается республики армения в отношении к спорту такого что мы должны ожидать такие успехи ну где-то может быть кто-то скажет что первый раз чемпионка стала 19 лет наша александра григоря но я лично перед этим стартом звонил тренером и говорил что я от нее жду золото и скажу больше я от нее жду результаты в париже 24 если у нее получится с рейтингом то конечно будет выступать тяжелее чем сейчас все равно я жду что она сделает свою работу и олимпийских играх тоже нового ясное дело он уже постепенно становится одним из лидеров нашего спорта наши тяжелые этики а что касается греко-рымских борцов это вообще очень ожидаемые результаты на хас он давно завоевал свое место под солнцем на алтаре победы артур александр он уже 15 лет завоевывает металли у него копилки больше нет таких металли что нету он все завоевал и несмотря на свой возраст доказывает что большой опыт целеустремленная работа приводит к желаемым победам секрет в том что люди работают самоотверженностью хотят завоевать у них чувство долго перед родиной поставлена на высочайший уровень а мы по генетике у нас хорошая спортивная гимна и особенно вот таких единоборствах были такие успехи есть и будут у нас два олимпийских игр чемпионы олимпийских игр древних два царя наших становились просто 3 а шаг у него раздата шагу не становились олимпийскими чемпионами еще один и это продолжается я уверен что в ближайшем будущем у нас результаты будут еще ярче так что ждите хороших результатов